Всем привет! С вами Троллер Костер, и я продолжаю проходить Persona 3Fest. В прошлых частях я вроде закончил на том, что я дошел до этой, до следующей баррикады в Тартарусе, и теперь мне остается только ждать следующего босса. Ну, наступление полнолуния. 2252, значит. Да, я, по-моему, уже слышал, точнее, читал диалоги. Состояние у меня сейчас good, да, значит, можно уроки получить, если что. Не помню, я ходил в сортиры или нет, перед тем, чтобы сохраняться. Поэтому еще раз схожу на всякий случай. Ладно. Я думаю, уже ближе будет добежать до своей комнаты, чем идти ко входу. К листку. В принципе, можно даже в плохом состоянии быть перед самим боссом, перед полнолунием, потому что вроде как автоматически состояние восстанавливается в день полнолуния. Ну, то есть оно в норму приходит. Что-то такое было написано в гайде по прохождению, которое я читал. О, юкарим. Утро. Это отстой. Я провела столько времени, думая об истории с привидениями, что у меня начались кошмары. Не перенапрягайся. Короче, скажу им. Don't overdo it. Не беспокойся, я в порядке. Но об этом ходит так много глупых слухов, что тяжело собрать картину происходящего. Картину происходящего. Хотя я нашла кое-какую полезную информацию. Я разберусь с этим подробнее завтра. Опять сейчас не бегатели будут. Итак, это кенжи. Эй, троллер, как дела? А, похоже, тот же самый диалог сейчас будет. Ну да. Причем даже не важно, что ты ему отвечаешь. Он одно и то же говорит, что он типа счастлив. Ну, в принципе, да. В gRPG всегда так. Что там, не говори. Обычный результат один. То есть, тебе дается псевдо-выбор. В отличие от обычных RPG, ну западных. С которых выбор действительно влияет на что-то. Ну, в принципе, возможность выбора, какая она есть в целом в играх, не как-то особо без разницы есть он или нет. То, что именно в играх обычно тебе задают возможность выбирать из двух-трех путей. То есть, нет возможности вообще действовать полностью свободно. Как ты хочешь. Типа там, например, во многих играх нельзя убить того NPC, который квест дает. Типа просто взять, убить и награду забрать. Значит, не смогу я, да, сегодня? Понятно. Но. Че тогда с кем мне день провести? Ладно, короче, наверное, с турникменом этот день проведу. Я уже давно с ним не тусил. Бассейн от школы Гитакан. Бла-бла-бла. Вы не видите Казуши. После тренировки вы решили вернуться в общежитие. Че, все, Канзуши, Канзуши, Канзуши слился. У главных ворот школы Гитакан. О, вот он. Че с ним такое? Эй, троллер? Че случилось? Я иду на тренировку. Где ты был? Спросите. Дед Ютич. Дед Ютич, это типа спокойно с тобой, все, и в порядке с тобой. Где ты был? Моя мамка продолжает следить за мной. Так что... Похоже, у Казуши проблемы. Я ходил в больницу. После того, как я сказал ей про свое колено, она настояла на этом. Она записала меня на прием, не сказав мне об этом. Так что я ничего не мог поделать. Это отстой. И что выяснилось? Хе, я не знаю. Казуши злится. Приятель, я рад, что ты беспокоишься за меня, но... Сегодня они сделали рентгеновские снимки. Я узнаю результат завтра. Я не знаю, почему они не сказали мне их сегодня. Ну, точнее, о нем сегодня. О, эй! Не говори никому, что я был в госпитале, хорошо? Я рассчитываю на тебя, Тройлер. Я всегда прошу тебя хранить молчание. Извини за это. Казуши признателен вам. О, прокачка. Да, прокачка. Четвертый. Тоже неплохо уже. Хорошо, сегодня доктор сказал мне не напрягаться, но все равно пошли тренироваться. Погоди минуту. Раз ты уходишь, это значит, тренировка закончилась. О, хорошо. Полагаю, мне стоит пойти домой сегодня. Увидимся, Тройлер. Казуши ушел. Вы решили вернуться в общагу. С возвращением. Джин Пэй, короче, то же самое говорит. Ты не устал слушать эти слухи? Они не мешают мне. Ты весьма терпелив. Но удачи с твоим расследованием. Ну, а она тоже про расследование спрашивает честь и сказать, что ничего не делал. Как я и думала. Ты выглядишь слишком занятым, чтобы разбираться с историями о привидениях. Ну, ладно. Надо в сортир сходить. Ну, а тут ничего нет? Нет. Ну-ка, а что если с ней поговорить? Как твое расследование? Да не особо. Ну, я могу понять, почему тяжело докопаться до правды. Ну, а не сдавайся так рано. Всем привет, я Триш. И я представляю вам передачу «Кто есть кто?». Сегодняшняя тема – это леди 20 лет с прекрасной родинкой около рта. Она сказала, что она превосходный терапевт. Хотела бы я записаться на приём. Далее новости. Боль, боль, уходи. Первый лет. 啊. Да не рад. Ты наты. olmа к тебе. Чёрт, у меня вот постоянно такое ощущение перед тем, как день закончить, что я чё-то не успел сделать, чё-то пропустил. О, опять кто-то ломится. Угу, это Кенжи. Ну и судя по всему, он опять хочет меня позвать. Ну вот не знаю, даже принимать его или нет предложения. Я сейчас опять приму, и он это. А потом мне тут турникмен позвонит. Ну ладно, если, короче, ещё раз такое случится, то я тогда Кенжи нахуй пошлю и с турникменом уже договорюсь. Ну я имею в виду, чё случится. Если мне вот сейчас турникмен позвонит опять, позвонит, то я тогда в следующий раз, если Кенжи будет мне звонить, то я, типа, откажу ему. Ну зашибись. Устал за учёбой. Так, а это чё, уже пятница? Так, судя по всему, сейчас чё-то будет. Эй, помнишь, о чём мы говорили в понедельник? История о провидениях. Привидениях. Давай поговорим об этом сегодня ночью. Эм, звучит весело. Ага, я слышал, услышала несколько интересных рассказов. Не забудь, окей? Ну только я ничего не нашёл, никаких рассказов. Ну вот и пятница. Вы опросили всех в округе, как мы договаривались? А? У нас что-то запланировано на сегодня? Знаю, знаю, я просто шучу. Подруга, ты такая вспыльчивая. Тогда встретимся в гостиной после школы. Не забудьте. Да, мэм. Ну похоже, я провалил этот, типа, квест на поиске истории о привидениях, информации. Я же ничего не нашёл за это время. Ну я вроде как весь город обижал, я даже не знаю. Всех опросил, кого можно. Может, типа, в какой-то определённый день человек появляется где-то, которого нужно спросить, и он скажет чё-то. Так, ну короче, сначала я схожу к этому. К медику, вылечусь. А потом уже в сортир. Да, у меня уже прям какой-то план действий в зависимости от этого, от состояния персонажа. То есть, если у меня персонаж, типа, болен или устал, то я иду к медику сначала, а потом иду в сортир. Если он нормален, то я просто... О, зашибись. Моя храбрость изменилась, как до обычной. Это получается, я несколько раз всё-таки пропустил вот эту возможность к медику сходить, когда я был уставшим, но не ходил к медику. Чё-то я вообще об этом не подумал. Ну хотя бы хорошо, что я вообще, в принципе, понял эту вещь, что можно так делать. А то бы всю игру вообще забил на этого медика. Ну да, в принципе, я не ходил к нему, потому что он же не вылечит, не лечит, он просто храбрость повышает. Я вот решил, раз он не лечит, типа, то, что он бесполезный. А про храбрость я вообще как-то не подумал. Ладно, нужно будет сюда сходить, я уже давно здесь не был. Ну, короче, как обычно, вы помогли там с этими, с проектами. А Дагири сегодня нет. Эм, нет, я думаю, он занят. Занят чем? Занят игрой в частный член. Чего? В частный член? О, ты имеешь в виду то, о чём мне говорил Фушими до этого? Понятно. Что ж, его намерения добры, так что не стоит винить его. Но я понимаю, каково тебе. Чё за частный член? Прайват дико, это чё вообще? Можешь идти, если хочешь. Я не против. Прости за драму. Вы решили покинуть комнату студсовета. О, экшен какой-то. Коридор первого этажа школы Гикакан. Вы слышите крики. Так где твои доказательства, умник? Доказательства не нужны, я знаю тебе всё. Ты был арестован за избиение парня в парке, который настучал на тебя, верно? Хидитоша опять какого-то школьника прессует. Воу, он опять за своё? Это уже третий человек, за день которого он обвиняет. Мой парень сказал, что его тоже обвиняли. Он был так взбешён. Однажды этому парню набьют табло. Похоже, подонок хочет ударить Хидитоша. Ну, похоже, ему уже табло хотят набить. Вмешаться или остаться и смотреть. Интересный выбор. Ладно, короче, вмешаюсь. Не буду стоять в стороне. Если это не ты, то скажи мне имена тех, кто это сделал. Не беспокойся, я не скажу никому. Клянусь словом дисциплинарного комитета. Словом члена дисциплинарного комитета. Ты думаешь, ты такой умный? Не так? Что за неудачник? Не думай, что соскочил с крючка. Подонок ушёл. Троллер? Похоже, ты хочешь что-то сказать. Тебе нужно быть добрее или хорошая работа. Ну, скажи, короче, тебе нужно быть добрее. Реально. Каждому школьнику уже пристаёт. Может, вообще без причины. Хидтоша разочарован. Некоторые люди будут врать и бить сзади без предупреждения, если это им на руку. Ничего у него. Рожа какая стала. Такие люди — это угроза обществу. Мы не должны терпеть такое поведение. Нам нужно что-то делать с этим. Я знаю, что люди обо мне думают. Но если стараешься обосновывать свои поступки, люди будут ненавидеть тебя ещё больше. История это доказала. Так что пусть это будет предупреждением другим дурчунам. Троллер, ты чувствительный человек. Ты понимаешь, верно? Похоже, Хидтоша начинает доверять вам. А я думал, он наоборот меня пошлёт, типа. Ему же не понравился мой ответ, по идее. Чё-то у меня складывается ощущение такое, что как в четвёртой персоне. Чё бы я ни говорил, то всё равно будет прокачиваться отношение. Я должен вернуться к своим делам. Тебе следует прийти домой до темна. А, ну всё, короче, в общагу пошёл. Окей. Как мы договорились, в понедельник у нас сейчас встреча, на которой мы обсудим то, что выяснили. Вау, ты правда заинтересована? Конечно. У меня много интересной информации. Оказалось, что никакой злобный призрак не замешан. А, так вот что ты хочешь сказать, а? Во-первых, давайте поговорим о том, откуда появился этот слух. Так как девчонку нашли на земле у школы, то есть как минимум одно сходство с историей о привидениях. Но почему слух распространился так быстро, если это был первый подобный случай? О, я, кажется, знаю ответ. То, что, типа, было уже три жертвы у этого призрака. Верно. Ну да. Я была удивлена, когда я выяснила причину. В течение следующих нескольких дней произошло три похожих инцидента. Все три жертвы были госпитализированы. Неважно, о чем говорят люди. Далее. Жертвы были из разных классов, и не похоже, чтобы между ними была связь. В то же время, у них есть одно общее занятие. Что это? Это что, викторина? Ты знаешь? Что-то не знаю даже. Ну, наверное, в одну школу ходили. В нашу школу. Ох. Эй, мы уже знаем это. Они тусовались вместе, дурак. А, так вот что. И не раз. Ну, вот этого я не знал. Они проводили время в плохой компании и всегда приходили поздно. Это не может быть просто совпадением. Итак, чтобы выяснить, что произошло, нам нужно провести полевое расследование. Полевое расследование? Ты шутишь? Да, есть одно место, где три жертвы регулярно бывали. Постой, ты же не о том месте неподалеку от станции Порт-Айленд. О, я, кажется, понял, что за место. О, ты знаком с ним? Ты не можешь пойти туда. Я слышал несколько ужасных слухов об этом месте. Так вот как. Тогда нам нужно пойти вместе. Вот сучка, а. Ты пойдешь, верно? Ну, конечно, пойду. Чего мне пропускать такое? Спасибо. Забудь об этом. Это место принесет только несчастье. Я хочу сказать, ты же не думаешь, что мы сунемся туда. все, что мы делали до этого, это исполняли приказы. Это звучит нормально для тебя? Я понимаю, о чем ты, но, подруга, зачем ты говоришь об этом таким образом? Полагаю, у меня нет выбора, да? Окей, мы пойдем завтра ночью в таком случае. Вы согласились пойти в место для тусовок завтра ночью. Да, я, кажется, знаю, что это за место. Это, короче, там, где кошка стоит. Популярный товар, который сметает с прилавков с прилавков последние дни. Домашний счетчик Гейгера. Страхи, связанные с недавним происшествием на ядерном реакторе, привели к рекордным продажам устройств. Вот это прикол. Насчетчик Гейгера это херня, которая радиацию читает. А, хорошо, достаточно разговоров. Завтра я закончу дело с этой тупой территорией Джунпея. Надеюсь, тебе не слишком страшно, троллер. Джунпею страшно, по-моему. О, не беспокойся, он всегда боится. Я слышал, что в этом месте проводятся встречи несколько раз в месяц. Все эти ублюдки собираются вместе. Похоже на собрание бывших заключенных. Эй, мы же не планируем идти туда завтра? Дерьмо. Мы серьезно встряли. Ну, а что еще остается делать? Выбора-то нет. Но я думаю, без разницы, даже, что бы я ни сказал, все равно бы пришлось туда идти. Мало вероятно, что если бы я, типа, отказался, и такая Юкаря тоже бы сказала, ладно, не пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok